У меня, поскольку я показывал покидание такого стимунарного места, как Кошкинская 10, с которым связано стоково-стимунарии, сокучание, надежда. Но, тем не менее, мы сохранили мужество. И в последние минуты мы не отказались от полета, а могли бы. Правда, Михаил? Но тем не менее, когда вы готовы уже оторваться от Земли, и вас уже ничего не связывает, никакие внешние связи и прочее, вы можете ответить на откровенную, все, что вы думаете о ваших работах. Поэтому я хочу вам задать первый вопрос перед вылетами. Почему столь такое количество больших работ посвящено пилоту, как прородитель космозавки? Перекосмозавки? Скажите про это. Я хочу начать, вот, даже не знаю, с чего. Ну, там, вот, покрытся, да. Ну, вот, считается, как бы, да. Вы же тогда почувствовали, что время не есть. А толчок вы не помните? Толчок? Да. Первый толчок. А я хочу, чтобы меня нарисовали, я не нарисовал себе. Вернее, наоборот, я решил, что я сам себя нарисовал и нарисовал. Получилось, что это мама. 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 Война по портрету. Это мама-летчик, понимаешь? Это второе название, да? Несчастливо. Такое личное название, мама-летчик, а официально оно называется синий летчик. Синий летчик. Там сходство я нахожусь с чакрой-чакрой, да? Нет. Нет. Звучайно. Нет, это мама-летчик. Мама? Там летчик? Там летчик. Белосущность. Микрофор. То, что нас связывает с первым другом. Тут большая тревога, потому что он горит. У нас напал на его отдалеку. Белый напал. Звучит. Тоже я думал, как решили огонь, вот решили один вопрос. Ну, кстати, это действие пострашающе. Вот именно белый огонь. Я закончил эту серию, должен был один пылающий, совершенно пылающий летчик. Видите? А что тебя остановило? Вас. Остановило, потому что я понял, что это все глупость, такая огромная, что... Кстати, у меня страшная уверенность, что... То, что мы не видим сейчас на лобном месте врага капитала, в какой-то мере заслухает, что это работает. Вы помните? А, нет, ну... В центре... В центре... Да, мы не сфотографировались тогда. Да, да, да. То есть это настолько тонко, что... А с чем связаны какие-нибудь ностальгические нотки, то есть березки? Это березки, салат? В случае, если бы ты там на хрисом уже улетел, и... Она очень... Она шелестит листьями, бьется на это лицо. Да. И тут, например, она появляется что-то одно родное, а другое чужое. Светится и дребезжит. Он летит. А она дребезжит. Пилоты. Ну, я отразумал? Нет? Ну, у меня в лице что-то есть вот такое, восточное. То есть периодически ты чувствуешь? Ну, это гены, которые, ну... Да, да, нельзя не... Минуемо выступают в любой картине. Это видно в травях, в скулах, в зубах. Нет, ну... Белый смородин. Кстати, еще, подозревле, почему у вас гитары? Это очень важно. Я почему с гитарой? Почему? Вопрос. Вот вы держите гитару, ну-ка. А вы знакомы с историей безнакновения гитары? Нет, вот нет, я хотел бы вас спросить. Нет, вы рассуждаете о космосе, о летчиках, о катмонавтах. А что-нибудь о гитаре? Знаете, вы скажете? Да, совсем тут как знак. То есть вы хотите сказать, что я могу вам помочь в этом? Да. Расскажи, там, пожалуйста, что-то вы на планете принесли штуки. Один, астук два, я могу сказать. Это название гитарных инструментов? Нет, это гораздо глубже, как мы обращались к истории автопонтрета. Летающие ракеты. Да, то есть мы также обращаемся к истории инструментов. Потом вы поймёте, какая связь. В том веке. Предположительно, в Италии. Судя по всему, это длинного в артели, я так называю, или мастерской. Почему? Слишком давно. Почему? Не болит тебе, почему ты? Ты бы давно сдал музей. Я ещё не успел отвезти, я ещё не улетел. Она была крашеной, поэтому как бы никто не заметил, да? Да, все думали, что это просто какой-то чёрный предмет. Неопознанный совершенно. Ты почистили все? Да, я почувствовал, почистил и почувствовал, что нет, нет. Это было открытие, мы этого не видели, это было совершенно чёрно. Значит, то, что касается истории инструмента, то было две ветви. Первая ветвь – это контрабас, который произошёл от семейства виолонов, то есть виол. То есть это более старый инструмент по отношению к скрипкам. Если быть точным, то этот инструмент произошёл от семейства виолонов, потому что мы не наблюдаем здесь характерного утончения обечаек до вот этого выхода. Вы заметили, да? Я заметил, что… То есть это шифры, это явно. Какая губернация в шестом году? Что такое ранний тур? Я прочитал, он гиб гораздо шире, и в отличие от контрабаса, который имеет четыре струны, гораздо позднее появившихся, виолонов имеет шесть струн, следовательно, более сложное строение. Более только, что ещё рассказать, я буду вам показывать. Слушайте, перед вами именно второй образец. Воды позже. То есть перед вами скрипичные семейства, характерные четыре скрипичные семейства. То есть вы видите, да? Скрипичные бока. У нас все бока. Бока. Правда. Кроме, опять же, в этом. Но форма буру ближе к скрипичи. Сзади звезды скрипичные. Типичные. В отличие от этого волоска. Да. Да.